Дорогие друзья, мы начинаем второе отделение и прежде чем я приступлю к объявлению артистов, у нас попросили слово. Давайте поприветствуем. Суммена, Наталья. Игорь опубликовал в ВКонтакте информацию о том, что будет создаваться музей Бардовский. Ну, отличная идея. Вот нашему быту очень не хватает. Это наше студенчество, наше золотое время. И я хочу подарить, во-первых, вот там есть много перечислят, копировальная бумага. Ведь как мы перепечатывали на печатные машинки, тексты. Только три экземпляра было хорошо видно. Так мы четвертые и пятые все равно делали, потому что всем надо было. Прекрасно. А у нас уже две машинки в музее, между прочим. А вот это, конечно, вещь бесстяная совершенно. Тут 20 песен с нотами Юрия Висбора. Тираж, между прочим, 360 тысяч. Но достать было книгу невозможно. Невозможно совершенно. Ну и, конечно, что это тогда было? 35 копеек. А какого года? А на Вика сейчас я приготовилась к этому. В 89-й. О-о-о, спасибо! Да, 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 да. Ну и еще я хочу напомнить всем, кто может быть знает об этом. Во вторник у Игоря Зорина день рождения. Мы уже начинаем его поздравлять. Да? И еще. Он опубликовал в ВКонтакте информацию о том, что он в качестве экскурсовода начинает новую деятельность. Ну, талантов его не перечесть, так ли? В нашем городе жил такой поэт Юрий Никитин. И однажды я обратила его внимание, он в разных сборниках публиковался, на то, как много у нас, мало памятников, но очень много городской скульптуры. Вот нас леса окружает, так на седьмом километре у нас большая лось, и в городе есть лосенок, вы знаете, да? У нас три скульптуры посвящены музыкантам. Контурбассист, трубач и саксофонист, ну, очень много интересных арт-объектов. И он начал писать о них стихи, а потом он сделал вот такой комплект-открыток. Там памятник синтеграфирован и его стихи. И, может быть, у вас, если захочет Игорь, если ему будет это к месту, он почитает стихи полковника Никитина во время своей экскурсии. Это все-таки изъеминка, и живчайно написала в Ижевске. Юрий Николаевич, к сожалению, уже скончался. Вот очень интересный человек. Я хочу сказать только одно, он мне ноутбук подарил. Много среди ваших друзей людей, которые дарят вам такие вещи, понимаете? Светлой памяти этому человеку. Вот, прошу вас. Спасибо большое. Шесть экспонатов пополнился музеи. Друзья, если у вас дома есть ненужные, конечно же, вам вещи, которые хоть как-то относятся к бардовской песне, мы создаем не просто бард-музей единственный в городе. Мы создаем бард-музей, похоже, единственный в стране. Потому что вот с похожим названием, я погуглил, бард-музея в России нет. Ну, тем более. Так что, друзья, давайте вот соберемся, и мы сделаем точно совершенно от Саши Лепатова какую-то личную вещь очень нужную. Это потому что великий, я буду всем говорить, это от самого Александра Лепатова. Как вы не знаете Александра Лепатова? Ну что вы? Не знаю. Мы знаем. Спасибо большое. А сейчас я на эту площадку приглашаю всеми любимого, обожаемого и, самое главное, моего любимого и обожаемого артиста Игоря Зорина. АПЛОДИСМЕНТЫ